Дональд Трамп, чужой среди своих, программная речь по экономике, произнесенная в Детройте кандидатом-республиканцем в президенты США, сопровождалась протестами в зале. В тот же день 50 республиканцев обнародовали открытое письмо с призывом не голосовать за Трампа на президентских выборах в ноябре, так как в случае избрания он станет самым безрассудным главой Белого дома в истории США. Трамп в ответ обвинил подписавших, среди которых были бывшие руководители ЦРУ, в том, что они в свое время обусловили дестабилизацию обстановки в современном мире. «Американизм, а не глобализм, станет нашим новым кредо. Наша страна достигнет новых ошеломляющих высот. Для этого нам нужно только прекратить прислушиваться к уставшим голосам из прошлого». Миллиардер пообещал, что более чем вдвое снизит налоги для корпораций и пересмотрит соглашение о зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Не позволяйте себя обманывать. Нет другого Дональда Трампа. То, что вы видите, то и получите. Это тот самый Дональд Трамп, который заказывает свои рубашки и галстуки за рубежом, а не в Соединенных Штатах. Это тот самый Дональд Трамп, который отказывается платить. То, что он должен малому бизнесу и рабочим». Сложная неделя в компании Дональда Трампа, ознаменовавшаяся также скандалом с семьей иммигрантов-мусульман, сказалась на его рейтингах. По данным последних опросов, разрыв между ним и Клинтон составил 8%.